Привет, друзья! Как я и рассказывал, я заказал вместе с Famicom 8-битным, еще и Super Famicom, тот же Super Nintendo. Вот моя посылочка, наконец-то я ее получил спустя полтора, наверное, месяца. В общем, полтора месяца она пролежала на таможне в Японии. Из-за того, что я выбрал какой-то не тот способ доставки. Хотя, не знаю, выбора там особого и не было. Был способ один, и, в общем-то, его я и выбрал. Вот. Заказал я как и Famicom тот полный комплект, но, как вы помните из предыдущего видео, RF-кабель ко мне на 8-битный Famicom не приехал. Ну что, давайте приступим и вскроем посылочку. Так, в комплекте, значит, должно быть два джойстика, а сама консолька и AV-кабель. Вот, значит, тут у нас два джойстика Super Famicom. В общем-то, они пожелтевшие, кнопочки все разноются. Так, это касаемо джойстика. Так, дальше у нас тут у нас, значит, пикание и AV-кабель. AV-кабель стерео. Так, дальше, ну и сама консолька. Вот такая вот она. На самом деле я ожидал намного меньше ее. Не думал, что такая. Кому-то интересно, то могу ссылку на этого продавца оставить в описании под видео. Вот, возможно, тоже так же поиграетесь на ebay и выиграете себе такую консольку. В принципе, консольку эту я хотел очень давно. Не то, чтобы даже в те 90-е, когда они только-только были. В принципе, в 90-е я ее не видал у нас. Во всяком случае, не то, чтобы не видал, просто как бы, ну, не больно распространенно она, так скажем, была. А знали они только из новой реальности. Когда Супоняф рассказывал, и первый игрок, который я увидел, это был киллер-инстинкт, так называемый инстинкт убийцы. Вот. В принципе, вот с того момента мне и захотелось и эту консоль себе приобрести. Ну, смотря на Авито и везде, как бы, такие цены были заулочные, так скажем. Вот. Как бы там цена, блин, насколько помню, от 5 тысяч, только за саму консоль, притом, неизвестно, рабочая, она не рабочая, и картриджи не было, а картриджи тоже дорогие. Вот. Ну, в общем, пришло время, я созрел, зашел на ЛБ. Кстати, мотиватором был во всем этом. Один человек смотивировал меня, это Роман Шабанов. Привет. С нему. Вот. Когда он фомиком свой взял и показывал, рассказывал, что и как, какие проблемы там и прочее, прочее. я тоже таким же желанием загорелся, и вот, как вы видите, вот она передо мной. В принципе, что я вам могу сказать. Пластик довольно-таки, в принципе, не пожелтевший, только вот здесь сзади. Вот. В принципе, да, наверное, стоял как-то. Вот. Как обычно идет свой стандартный AV-выход, мульти, аут, RF-кабель, каналы переключения, такие же, как и на Famicom 8-битном, и блок питания. Вот здесь не написано, только 8 Ватт, не сейдит никакой. Вот что? Честно сказать, я никогда не держал Famicom в руках, вообще даже не представляю, что это такое. но я понимаю, что это вот какой-то порт под расширение, может быть, не знаю, как в Famicom 8-битном, там, CD-привод какой-то, или еще что-то. О, кстати, как интересно. Ага, то есть, если, если питание включено, соответственно, разъем картриджа заблокированный, и его откреплено. А тут разъем экранированный, все честь по чести, reset работает, reject, тоже работает, кстати, очень приятно такое нажатие идет. Вот. Ну, в принципе, ладно. По поводу консоли все, давайте посмотрим остальным. как Роман рассказывал, но там какая-то проблема с кемом не только и есть. То есть, он не всегда воспроизводит какие-то картриджи. Ну, надеюсь, у меня такого не будет. Здесь у меня будет все хорошо. Ну, вот обычный стереофонический АВ-кабель. То есть, видео. Видео желтые, левый, правый канал. Так, блок питания. Ну, блок питания, как и в Famicom, 8-битном. 10 вольт, 850 мА. Соответственно, напряжение в сети должно быть 100 вольт. 100-110 вольт. Так, дальше. Дальше у нас геймпады. Вот, два геймпада. Не знаю, сравнивать не с чем. Такие они, не тяжелые. А, парни, это все-таки не оригинал. Хотя, не знаю, может быть, и оригинал. написано Madeleine Chino. Блин, если это не оригинал, то это очень убедно. Хотя, и на приставке написано Chino. Не знаю, может, они постройки заказы делали в Китае, а не в Японии. Блин, парни. об адаптерке идет японский. В общем, кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях, действительно ли так выходило все, что все это дело делалось не в Японии, а в Китае. Не знаю, моделька у меня идет, вот серийный номер 102, 299-04. Может быть, конечно, последние серии этих фамикумов шли из Китая и просто продавались в Японии, я не знаю. В общем, как-то так. Ну, в принципе, все кнопочки жмутся. Как и говорил, повторюсь, что сравнить-то не с чем. Никогда в руках не держал. тут только проба, проба. В общем, пока остается в таком виде. Потом попробую, работать, не работать. Если все хорошо работает, то буду отмывать. Все это дело от всех этих помарок, грязи, геймпады. Черт его знает, кто их держал в руках, какие-то китайцы и пунцы. Отмываюсь и уже буду детально рассказывать, показывать, что, как, с чем и зачем. А теперь спасибо, что посмотрели. Ставьте пальцы вверх, если кому-то это понравилось. Если еще кому-то больше понравилось, хочет увидеть продолжение, то подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик и увидите еще больше видео по консолям, картриджам и всякому такому. В общем, всем пока. Так вот, ребят, все-таки насчет приставки я узнал. Да, на самом деле эта приставка была сделана в Китае, но она является оригинальной консолью, оригинальной системой Super Famicom от Nintendo. То есть, она не какая-то там подделка или еще что-то. Просто последний год компания Nintendo уже их не собирала у себя, а, как бы сказать, делала заказ на то, чтобы собирали в Китае. Но она все точно такая же, все один в один, внутренности все те же. Единственное, что надпись Мадо Инчино. Ну и смотрите, если вот увидите серийный номер с SM, значит, это скорее всего, что она произведена в Китае. То есть, это из последних ревизий, поэтому она вот такая светленькая и все. А если просто S, значит, она чисто японская. Ну, в принципе, можете и продавца это все спросить. продавец у которого я покупал на ebay. Кому интересно, заходите, смотрите на его страничку. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok